Вместо наличных платить в кафе и магазинах банковской карточкой. Давно ли это казалось фантастикой, а теперь это для нас абсолютная норма. Одна проблема – карточки не помещаются в кошелек. Плюс нужно всюду носить карточку банковских кодов или генератор, а их множество модификаций. Первыми о неудобстве клиентов банков взялись позаботиться операторы связи. Ввели программу оплаты услуг по телефону. Банки сначала сопротивлялись такой конкуренции, но подчинились прогрессу. Smart ID – это средство идентификации личности по мобильному телефону, которое вскоре, надеемся, заменит карточки кодов и генераторы. Надо признать, что они доставляют клиентам немало хлопот и неудобств. Эта система позволит не только входить в свой электронный счет, но и подписывать документы не хуже электронной подписи. Причем система будет единой для всех ритовских банков. Темпы технического прогресса не позволяют расслабиться. Вот уже можно и в магазине приложить телефон к кассовому устройству и расплатиться нажатием пальца. А параллельно ведет наступление мир виртуальных устройств. Надел клиент очки виртуальной реальности и пошел за покупками прямо из дома. Причем купить в веб-пространстве можно все вплоть до квартиры. Если вы решили сменить квартиру, раньше пришлось бы ездить осматривать выбранные варианты один за другим. Теперь в виртуальном пространстве можно другую квартиру смотреть, не покидая своей. Заглянуть в каждый угол, расставить мысли на мебель и прочее. Если понравилось, тут же и по интернету берете кредит и совершаете куплю-продажу. Так сказать, не вставая с дивана. Зачем все это, если такими услугами пользуются единицы, спросите вы? А мы ответим, банкам виднее. Тем более Европарламент уже утвердил комплекс мер, отменяющих банковскую монополию на платежи и финансовые услуги. У нас и так уже в Вильнюсе можно платить за парковку по телефону без денег и в обход банков. И суды граждане все чаще берут друг у друга. А с января, когда монополия лопнет, придется банкирам отстаивать право на все те услуги, которые до сих пор были только их вотчиной. Наталья Гавришова, Аудрюс Андреяускас, Первый Балтийский канал.